так всем привет сейчас я немножечко попробую поднастраиваться вроде бы нормально все со светом я не знаю что там со звуком так я вижу эфир идет сейчас кто будет присоединяться вы тогда пожалуйста пишите все что там слышно не слышно ну то есть по техническим всем этим вопросам пишите тогда я буду видеть это все в чате и если есть какие-то вопросики вы тоже пишите и по существу по которому я там буду вам все рассказывать тоже какие-то свои мнения пишите я по мере эфира уже буду читать тоже и где-то мы подискутируем может быть там тогда с вами потому что тема которую я хотелось бы не затронуть она очень неоднозначна и очень интересно на самом деле потому что я думаю каждый логопед и каждая мама сталкивалась с тем что перед тем как ребенка ввести на занятия но это если я говорю о мамах родителях на занятия логопедическое ли там с дефектологом или с педагогом каким-либо другим ну может быть кроме только физкультуры каждая мама сталкивается с тем что нужно как-то ребенка подготовить к этому нужно ему сказать так вообще куда мы идем что мы идем не в магазин а мы идем на занятия вот и соответственно как сказать ребенку как анонсировать ему это событие или же сказать мы идем заниматься мы идем на занятия или же надо говорить мы идем играть ну допустим мы идем к некой тете и мы сейчас там будем играть или мы идем в какой-то там детский центр и ты там сейчас будешь играть при этом ребенок идет не в игровую комнату собственно как таковую а идет именно на занятия ну допустим берем логопедическое чтобы уже была конкретно наша тема вообще я логопед мало ли вдруг вы сейчас там случайно как-то попали на эфир вот поэтому мы сейчас будем вот об этом больше или же педагог допустим тоже перед тем как начинать занятия допустим увидит ребенка первый раз к нему пришел некий вася и как логопед тоже там подготавливает этого васю прям вот хоба и сразу там начинают заниматься или же тоже там как как-то сначала мы сейчас будем играть вася с тобой или мы сейчас с тобой будем заниматься ай-яй-яй все давай готовься вот некоторые педагоги и мамы считают что ребенка нужно как-то морально подготовить к этому событию потому что собственно здесь есть некие два аспекта ну во первых поведение ребенка то есть естественно если он идет на занятия он должен вести себя подобающее но что входит в это понятие как я считаю ребенок должен вести себя на занятии должен вести себя просто дисциплинированно культурно все максимум что мне нужно от ребенка на занятии чтобы он вел себя прилично ну естественно не берем поведенческих детей которые с первого раза не не могут себя так вести в силу своих особенностей в силу своих нарушений конечно тогда сначала нужно работать над формированием как такового вообще поведения и вменяемого отношения к другим людям то есть вообще контакта какого-то ребенка с окружающими людьми вот если же мы берем ребенка с поведенческой нормой ну то есть у которого нет не то что в воспитательном смысле а в смысле нарушений все нормально с поведением он знает что такое там некая чужая отюльца что не надо ее кусать бить или там вести себя каким-то таким вот прям совсем ужасным образом вот то есть что касается меня допустим если говорить про меня и у меня свой стиль работы так же как любого у любого педагога то есть если говорить именно стиле не о методах работы методы это отдельная тема а именно стиль я считаю что здесь нормально абсолютно что у каждого он свой и это касается вообще всех педагогов и и первую очередь это зависит от собственно личности педагога потому что все мы очень сильно разные у нас разные темпераменты возраст все очень разное и соответственно конечно нормально если мы коммуницируем с людьми по-разному кто-то более эмоциональный кто-то наоборот спокойный все очень 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 по-разному общаются с людьми соответственно и с детьми тоже ну то есть если мы не берем чисто методическую наполняющую самому само вот это вот 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 сама коммуникация будет у каждого своя и соответственно стиль вот этот вот общение он тоже будет разный ну то есть кто какая-то тетя она более строгая это с ее характере уже так она вот вот у нее такая интонация и все она не может ее искоренить из себя потому что это ее часть ну соответственно тогда такой педагог для него вот вот такой вот стиль нормальный и пусть он в нем работает ну естественно в каких-то таких здравых категориях вот не переступая там какие-то прям совсем грани какие-то педагоги наоборот более такие расслабленные сами по себе более эмоциональные и им комфортно вот вот в этом во всем ну я себя отношу тоже к таким педагогам мне комфортно работать не вот в такой вот строгой прямо в атмосфере а наоборот когда мы спокойны когда мы спокойны смысле расслаблены когда мы можем пошутить ребенком когда мы можем с ним и и посидеть на диване и пойти посидеть на кухне ну если мы занимаемся дома допустим и он там захотел мне что-то показать мы пошли он на мне что-то показал ну то есть вот так вот у нас нет такого что вот мы прям жестко привязаны к столу и все хотя мы в целом занимаемся за столом я люблю заниматься за столом это отдельная тема это я не настаиваю на этом но мне комфортнее так и детям тоже комфортнее чем на полу моим детям потому что у нас определенная вот методика работы так скажем вообще в целом но в целом мы общаемся легко я имею ввиду именно стиль ну соответственно получается что я считаю вот если вот если брать конкретно меня как педагога то я говорю сейчас мы да да сейчас мы будем играть если ребенок не знает зачем его ему его ко мне привели и чем он сейчас будет заниматься может быть он там паникует уже тысячу раз мало ли может быть его уже застращали может быть он ходил к другим педагогам и там уже его напугали вот и соответственно он в панике уже заведомо и чтобы его расслабить я это и говорю мы сейчас будем играть все успокойся и по факту получается что я не вру вот что важно потому что мы действительно играем я считаю что здесь вот так потому что дети очень хорошо понимают что такое играть и что такое не играть и соответственно если вы сказали ребенку мы сейчас будем играть а на самом деле вы ни разу не играете вообще мало того на самом деле может быть как раз он уже не доверяет всем этим взрослым потому что они ему сказали мы сейчас будем играть а по факту и залезли к нему в рот какими-то ужасными железяками там что-то минут или там чего-нибудь такое еще другое делают там даже с игрушками но при этом не играют и причем так из раза в раз и конечно он тогда зная что такое играть ну само слово то он понимает если он поймет что вы его обманули или мама или педагог или вместе все вот я считаю что детей обманывать не надо потому что они таким образом потеряют вам доверие и соответственно потом уже тоже вам верить не будут ну вообще это нехорошо взрослым людям обманывать детей тем более когда это совершенно необоснованно вот то есть если вы ведете занятия в строгой форме я как считаю и если вы не играете а если вы вообще там собираетесь только делать массаж и гимнастику и вообще никак не играть ну конечно если вы делаете массаж костюме зайчика это все как то вот там преподнесли именно так что какое то движение у вас встроено в сюжет то пожалуйста тогда это будет игрой но если у вас все вот так вот канонично прям вот вот не игра не игра ни разу то не надо обманывать ребенку так скажите да мы сейчас будем заниматься или да сейчас вот я тебе поделаю массаж для того чтобы у тебя там все хорошо работало все ничего такого в этом тоже нет да можно прям напугать ребенка сказать а вот сейчас мы с тобой будем заниматься так ну-ка сел прямо так ну-ка слушаться тетю а то и какие то там еще а то ну так прям вообще не надо вот прям вообще вообще не надо и никогда и ни с кем и ни при каких занятиях я считаю ну потому что во первых как если мы говорим о поведении ребенка то это отдельный аспект все поведение обычное просто поведение его конечно же надо формировать и конечно же даже если мы берем ребенка с нормой и тогда вопрос поведения это вопрос воспитания обычного банального что да не надо на занятии кусаться куда-то там убегать или что-то такое там делать то что вообще в принципе делать не надо не только на занятия, но и где-либо еще. Все, мы взаимодействуем. Играем, опять же, мы играем вместе с тетей. Не как попало мы играем, в смысле там сам по себе ребенок сел и играет в свои игрушки, а вместе с тетей играем в то, что она предлагает. Вот так. Но тем не менее, если вы действительно играете, то тогда это будет игрой, все в порядке. Если же, ну вот, то есть, это если мы говорим про поведение ребенка, то, конечно же, это только лишь на совести родителей. Педагоги, я считаю, опять же, мое мнение, может быть, не все со мной согласны, но я считаю, что формированием как такового поведения у нормиков, ну, то есть психически здоровых детей, должны заниматься родители. Если же это психически нездоровый ребенок, и у него поведение нарушено в силу его нарушений, то поведением должен заниматься педагог, не логопед, дефектолог или специалист, как конкретно по поведению. Вот. А занятие – это занятие. Ну, в смысле, если вы занимаетесь речью, то вы занимаетесь речью. Если вы занимаетесь развитием мышления, то вы занимаетесь этим самым. Вот. Ну, то есть, поняли. Вот, то есть, отграничили поведение от как таковой деятельности. Если ребенок стоит на ушах и вообще никак с вами не коммуницирует, то мы сейчас вообще не говорим о том, что там играть не играть. Вот. Если вы ведете занятие в такой, так скажем, академической форме, вы не играете, а там, предположим, там сделаете какие-то задания, то тогда нет ничего страшного, если вы так и скажете честно ребенку, что вот сейчас мы будем заниматься. Может быть, обоснуете, для чего это ребенку надо. То есть, все равно для того, чтобы он замотивировался, вот некоторые считают, что вот ребенок должен быть мотивирован на занятия, чтобы он, как сказать, там, старался. Ну, то есть, мы формируем у него учебную деятельность. По поводу учебной деятельности. У дошкольника она еще пока что и не должна формироваться, и тем более по его инициативе. То есть, ребенок, он что-то делает, это не дошкольник, если мы говорим именно об этом возрасте. Ну, как правило, логопеды большинство, в большинстве случаев работают именно с дошкольниками. И ни о каком учебном поведении, тем более со стороны ребенка, что он там чего-то там прям должен, речи вообще близко даже не идет. Если мы говорим о мотивах, мотивация ребенка, почему он должен хорошо себя вести, почему он должен заниматься, почему он должен там стараться что-то делать, то эти мотивы формирует не сам ребенок, сам как-то там, вот он там должен постараться, должен сам себе придумать, а зачем ему стараться. Этим занимаются взрослые, собственно, и родители, и педагог. Ну, больше, конечно же, педагог, потому что внутренний мотив может дать ребенку только педагог. Внутренний мотив, что это такое? Это когда ребенок делает что-то, и ему это нравится. Не важно, что. Ну, конечно же, я, если мы играем, допустим, с детьми, то, конечно же, в самой игре уже заложен мотив, потому что, как правило, ребенку это интересно. Играть. Именно играть. Если вот прямо мы берем именно игру как таковую. Вот. Но не всегда. Иногда бывают игры скучные для детей, ну, в большинстве случаев в них уже заложен мотив в силу специфика этой деятельности. Вот. Но не только у игры есть этот мотив, то есть удовольствие некое, которое получает ребенок во время деятельности. Например, некоторым детям нравится и даже какие-то там прописи, допустим, обводить, им нравится сам процесс, тем более детишки постарше. Некоторые даже и читать любят, хотят уже, и писать, и вот все такое, которое вообще близко никакого отношения к игре не имеет, тоже может быть интересно. Им нравится сам процесс. Вот. И то есть это будет внутренний мотив. То есть если вы ребенку дали деятельность, ту, которая ему нравится, даже если она у него не очень получается, но вы при этом его не критикуете за это, не ругаете, все в порядке, он учится, все, он находится в процессе обучения, то тогда он может благополучно сам стараться это делать, потому что у него внутри есть мотив в виде удовольствия, а вот это деятельность. Или, например, может быть ему нравится, я не знаю, там чего-нибудь вот там вот в руках теребить, то, что ему там приятно по ощущениям. Ну, вот предположим, вот эти там всякие штучки, которые многие педагоги любят использовать, ну, подобные штучки, там какие-нибудь помпончики, шарики, марблс, ну, вот это вот все такое тактильное и разноцветное, и вот разное по ощущениям, часто педагоги используют для каких-либо целей, присобачивая каким-либо другим задачам. То есть не как таковое, там, ковыряние этих шариков, а в это время там вы чем-нибудь еще занимаетесь. Ну, то есть вот эта вот сама деятельность, ему ребенку нравится, все, здесь уже заключен мотив. Поняли, что такое внутренний мотив? Сейчас, я здесь немножечко вот так подвину. Ага. То есть это то, что ребенок выполняет сам, ему нравится, ему хорошо, и поэтому ему даже не надо заставлять. Здесь можно максимум, что, как бы подбадривать его, чтобы у него получалось, потому что если он делает то, что у него уже получается, то это не будет педагогика. Ему нужно делать то, что у него еще не получается. Тогда вы там формируете какие-то свои задачи. Ну вот, это отдельный разговор. По поводу внутреннего мотива разобрались. То есть ребенок не может сам его себе выдумать. Вы ему его даете в виде той деятельности, которая ему нравится. Будь то игра, или какие-то там ощущения приятные, или, может быть, это какие-то там физкультурные моменты, вы там прыгаете или что-нибудь такое там делаете, пополкатаетесь, и в это время вы там чем-нибудь таким еще полезным занимаетесь педагогически, или пишете, читаете, если ребенку это действительно нравится, все это тоже будет тогда мотивом. Вот. Иногда никакого внутреннего мотива вообще близко даже нет у ребенка, и все, вы ему хотите что-то предложить, допустим, там, почитать какие-нибудь там слоги, я не знаю, почитать. Ему это вообще близко никак не интересно. Вообще никак. Вот все, он не любит это, прям фу. Или, там, что, массаж вы ему хотите сделать, в конце концов. Это ему прям совсем фу. Даже прям вообще, даже взрослому человеку фу будет. Или артикуляционная гимнастика. Да, ее можно как-то обуть в какую-то там форму интересную, более-менее. Но, опять же, если это делать из занятия в занятие, все равно это будет ребенку надоест, в конце концов. Да и вообще. Вот. Или еще что-нибудь такое, то есть прям вот та деятельность, которая у ребенка вообще, ну, никак. То внешний мотив вы можете присобачить ему в виде какой-то там плюшки, которую вы ему посулили. Допустим, ты сейчас вот то-то там, то-то там сделаешь, и тогда то-то, то-то произойдет. То есть он уже вот как некое отсроченное, у него получается получение некоего удовольствия тоже, но за счет того, что он сделает что-то, то ему, что ему не очень, может быть, хочется сделать. Вот. Ну, то есть поощрение. Ну, это внешний мотив. Опять же, его организовывает взрослый. Не сам ребенок себе это организовывает. Он не может сам себе придумать поощрение в силу возраста, собственно. Типа, вот, я сейчас поиграю, а потом все, типа, с которой и не хочется ему играть, может быть. А потом зато вот мне мама пойдет и купит конфетку. Ну, типа. Вот, то есть мама организовывает ему вот это вот поощрение. Опять же, все очень по-разному к этому относятся. Надо ли поощрять детей там конфетками или какими-то там игрушечками или там еще чем-нибудь за занятие, за сделанное что-либо. Или все-таки надо стремиться к тому, чтобы он сам это захотел делать. Здесь это тоже, я думаю, отдельная тема разговора. Но в целом это все равно, получается, что внешний мотив, который организовывает взрослый. Или мама там заведомо сулит ребенку там что-либо. типа, вот мы сейчас сходим, позанимаемся там с Петей Юлей, тогда потом вот поиграешь планшет. Ну, предположим. Или еще там что-то, то есть какое-то там ребенку интересное, полезное, приятное там, что-то там, которое вы ему пообещали заведомо. сам педагог тоже. Там какие-либо поощрения на занятия, это тоже будет внешний мотив, организованный педагогом. Наклеечки всякие разные мы там используем, там или еще что-либо. Иногда прям за каждое там сделанное там действие, когда прям совсем-совсем ребенку сложно. Ну, как таковое даже там поощрение в виде слов, когда вы хвалите ребенку за сделанное что-то, когда прям обращаете его внимание на то, что он постарался и сделал, это тоже внешний мотив и на это надо обращать внимание. Вот. Что? Так что, если даже вы не играете на занятии, допустим, я никого не прям не призываю отказываться от других видов заданий, если это задания, а не игры. Просто я призываю к тому, чтобы правильно это называть. Не обманывать ребенка, не говорить ему, что ой, мы сейчас будем играть, а по факту не играть. Ну, зачем? Тем более, ну, вернее, тем более, вообще, наверное, некоторые педагоги делают это неумышленно, просто они не знают, что такое игра может быть. Ладно, там, родители не знают, но педагоги-то вроде бы должны знать, когда, например, говорите, вот, даете ребенку игрушечки. Но некоторые педагоги, может быть, думают, что если мы как-либо манипулируем игрушками, то это будут игры? Нет, это игрушка, это игрушка, да, но если мы их просто поставим перед собой и будем называть это зая, это пони, мы не играем. Это не будет являться игрой вообще никак. Или вот так, давай сейчас мы будем говорить слово зая. За, я. Еще какие-то символы положили перед ребенком. Вот это вот символ а, вот за, а потом еще раз символ а, я. Вот мы так, так сделали. Еще символы согласных положили, вот это звук з, там, комарик, символ е, что у кого там что. И вот все, слово разобрали и произносим. Или там, ага, зая. Первый слог произнесли, туда прыгнули, второй слог произнесли, сюда прыгнули. Или первый слог произнесли, за ухо себя одно потрогали, второй слог за второе. Или еще что-нибудь, ну, все что угодно там в это время, пока произносят там слова, можно делать, какие-либо действия механические. Очень много всего. Но это тоже не будет являться никакой и близко даже игрой. Или там, если у вас зая справа, пони слева, возьми их вот так или вот сяк, вот так и вот сяк, вот это вот все, это тоже не будет являться игрой. Это задание, это может быть и интересно ребенку. Но интереснее означает тоже, что ребенок играет. Это задание все равно. Вот. Но очень часто это даже бывает, что педагог говорит, вот сейчас мы с тобой будем играть, дает ребенку игрушек, целую кучу иногда прям. Много-много игрушек или там каких-то интересных таких предметов, которые прям яркие, красивые, прям вот хочется их взять, прям дорогие очень часто. И ребенку не дают играть. И он, бедный, смотрит на этого зая, ему хочется поиграть уже в конце концов. И тетя ему пообещала, причем вот мы сейчас будем играть, зая. А нет. Ну, поэтому я все-таки настаиваю на том, что не надо обманывать детей, если вы не собираетесь с ним играть, предположим, ну, все, не хотите. Ну, и ладно. Просто говорить, сейчас мы поделаем задание, сейчас мы позанимаемся, сейчас мы попрыгаем, там, что было бы сделать. Вот. Или там перед ребенком вы там разложили фишечки и говорите, что там лиса. Давайте лису возьмем. Лису. Лису и ослик. Там ослик на лисе, а лиса под осликом. Все, сказали, молодцы. Поизучали предлоги, в это время еще чего-нибудь там, может быть, подделали, там тоже прыгнули, или там поприседали. Все нормально. Задачи вы свои там, может быть, отрабатываете, все в порядке. Но это тоже не будет являться играми, и не надо детям говорить тогда, что вы будете играть. Вот понятно? Вот те, кто сейчас смотрят, я думаю, что вы меня понимаете, потому что вы уже давно со мной, я думаю, вы уже давно понимаете, о чем я говорю. я надеюсь, что технически там все у нас будет в порядке и все сохранится, но те, кто будет смотреть уже эфир в записи, соответственно, вы тогда пишите, что как, понятно ли вам, и если там что-то непонятно о том, что я говорю, то задавайте вопросы, все нормально, мы будем обсуждать. что касается игр, именно, что вы, допустим, дали ребенку какие-либо предметы, и можете играть с ним, собственно, это, опять же, это и про стиль работы в целом, стиль работы педагога, кто-то любит вот именно вот это вот все, и я сейчас тоже это все люблю, потому что в первую очередь это профилактика выгорания, банально, мне самой так хорошо, мне интереснее, если я на занятии вот кайфую, так скажем, мне прикольно самой во все это поиграть, мало того, что вот я взрослая тетя, мне интересно, и я вижу других взрослых людей, которые тоже там, допустим, присутствуют, если на занятии у меня, там, родители, им тоже интересно, они смотрят, они такое ощущение, что они тоже к нам хотят присоединиться, вот, я даже мужу, когда показывала, там какие-то игрушки, свои пособия, и он такой, я бы тоже сейчас сел, поиграла, то есть, взрослый дядя, прям совсем взрослый, вот, почему я это люблю, потому что это интересно, потому что это действительно удовольствие, вот, а на занятии все-таки, на работе хочется, помимо какой-то там пользы, как таковой, вот прям вот прямой, физической, материальной, получать, и вот такую психологическую пользу, вот, поэтому мои пособия в большинстве своем, очень многие, они игрушки, ну, я их заведомо делаю так, чтобы они при, во время того, когда вы с ними играете, чтобы вы могли внедрить туда побольше всяких разных дидактических задач, то есть продумываю какие-то там детали, и, соответственно, ну, допустим, вот улей я раз взяла, вот у нас есть улей, у нас есть пчелки, которые к нему идут комплектиком в количестве 10 штук, вот, все, что важно было для меня, когда, допустим, мы делали этот улей, чтобы там были вот эти вот окошки-дверки, не знаю, как их назвать, отверстия для пчел, чтобы пчела могла залететь туда, вулей, что мы пчелой играем, что вот пчела у нас жжж, жжж летит, жжжит, и мы в это время, допустим, работаем или над звуком ж, или говорим, что она летит, там работаем над звуком л, или же мы ей командуем лети, и работаем тогда над глаголами, или звук запускаем, ой, речь запускаем через глаголы, через вот вообще игру в целом, через звукоподражания и она у нас летит туда вот попала что она були или залетела булей тут мы еще можем еще и грамматику поотрабатывать если это нам нужно соответственно это бывает не с одним ребенком все сразу соответственно если мы с ребенком речь запускаем то мы речь запускаем если же мы с ребенком там работаем над празовой речью допустим и еще и отрабатываем звук и еще и грамматику то он мы можем тогда совместить еще и остальные задачи иногда бывает не надо совмещать зависимости от того этапа на котором мы находимся тогда мы не совмещаем работаем над чем-то прям бук более плотненько основное у нас вот как бы так вот до гоночку идет но мы на это вот не сильно акцентируем они у нас там все туда залетели мы говорим пчела у нас звук л и тут у нас звук ч или вот это переключение тоже мы иногда над такими вот словами с переключениями со стечением согласных мы тоже вот бывает на этих пчелках отрабатываем вы как кстати как-нибудь напомните мне про этот момент про переключение надо мне прям самой себе напомнить где-нибудь сейчас я забуду ладно ну и короче вот что важно тут что крышечка открывается допустим можно посмотреть кто там у нас ага можно их вынуть потом там и все у него там положить мед там кстати тоже в комплект идет ну в общем здесь можно играть и играть не просто так а играть дидактично то есть отрабатывать во время этой игры какие-либо свои важные полезные педагогические задачи не только логопедические допустим карточки вроде бы казалось карточки ну куда уж тут вот какая тут может быть игра ну то есть если вы уже такие подумали ага если играют то знаешь с игрушками нет играть можно и с карточками тоже и вообще с любыми предметами можно играть и вообще даже из ничего можно сделать игру на самом деле любой ребенок так скажем с нормой с нормой интеллектуальной и поведенческой и психической умеет играть большинстве своем вот они это умеют сами они из ничего могут сами сделать вам игру а ваша задача уже там внедрить туда дидактику вот допустим если взять карточки то тоже можно с ними играть они часто у нас вот эти вот детишки которые у нас первоклассных словах и взрослые которые у нас тут же вот карточки с взрослыми тут у нас мамы папы дяди бабы у нас тут же еще вот эти вот всякие такие вот персонажи вот сейчас сделаю чтобы она не высочилась такие вот они у нас тоже там лично куда-то там на луну летят или наоборот с луны прилетели свалились на нас ну дети вот я вам уже показал их очень 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 много мы с ними играем прям чуть не на каждом занятии со всеми вообще любыми детьми и среди предметов вот здесь вот из того же самого пособия здесь тоже есть и персонажи то есть какие-то объекты а есть каких там живые существа типа кисы ути миши и такие вот еще ламы ну короче слова первой слоговой структуры и мы с ними играем то есть мы их используем как персонажи это живые существа люди и соответственно их можно использовать как персонажей как субъекты в вашем сюжете они там что-то там у вас делают в зависимости от того что вы придумали они могут у вас там все что угодно делать идти куда-то где-то там сидеть лежать бежать плавать все что хотите вот например балдфон если мы возьмем если мы просто возьмем пашу и будем просто говорить это паша это не игра хоть трижды паша вон там и все от того что вы просто произнесли его имя ничего вообще игрового отсюда не появилось или даже если вы сюда присобачили что-нибудь такое веселенькое что вы там как-нибудь там похлопали потопали трижды вокруг себя обернулись еще там что нибудь такое сделали ничего тоже игрового тут не появилось появилась развлекательная может быть тоже пожалуйста ради бога вот но просто если вы при этом называете этого ребенка и все это не игра но если мы возьмем пашу начнем с ними какие-то там он у вас будет что-то делать пойдет сам блины и делать мясо резать он у вас пойдет или там чай пить он у вас будет ну то есть если он будет какие-то совершать логичные и внятные действия которые делают люди то тогда это будет игрой дальше уже там вывод время может что-то отрабатывать или например если мы возьмем тот фон возьмем пашу нашу будем звонить паше ваша алло ваш не алло или вы тогда можете написать сюда у паше вот у нас сюда к этому балкону прилагаются еще и буковки и там буковки смайлики циферки вы можете набрать номер пашин или не пашин и написать его имя написать ему привет некоторые дети которые любят вот это вот все или может быть еще сами не осознаю что они это любят они прям вот вообще за милую душу готовы писать эсэмэски в при этом писать просто так их не заставишь а потому что здесь мы пишем паше здесь у нас так как на карточках есть их имена написаны уже ну вообще на всех этих карточках есть написанные слова то можно писать здесь по образцу ну или же закрывать если вы допустим именно хотите работать над обучением грамоте и чтобы ребенок сам писал слова под диктовку допустим вот тогда вы можете закрыть это слово чем-либо там ну вот в общем если мы звоним паше то это у вас вполне себе сюжет игры и что-то там вы можете в это время отрабатывать запуск речи естественно если мы звоним кому-то кричим алё мама мама может быть вы кричите я мама баба бабушки давно не звонили есть просто помятая же карточка немножко поэтому очень хорошо на сюда залезают ну ладно в общем звоните вы там мама мама алё алё то есть ребенок даже там у которого вообще прям совсем 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 все плохо с речью ю нет он может на таких вот простых прям совсем словах встроенных в сюжет у вас при прекрасно запуститься речь так что еще с болтфоном если вы просто делаете артикуляционную гимнастику это тоже не будет являться игрой но если вы делаете гимнастику с балконом вот там зеркальце короче вот и вы играете что вы там в это время ведете эфир допустим и звоните той же самой маме по видеосвязи и видите себя там в этом экране телефона это экран телефона в котором ребенок видит себя и вы там показываете якобы маме по видеосвязи какие-то там упражнения и тогда это тоже будет уже встроен сюжет это будет игрой вот я все это люблю потому что я вот я говорю мне это интересно мне приятно видеть эмоции детей мне приятно вот вот когда они вот воодушевлены и когда они хотят это все делать когда я вижу их вот этот вот внутренний мотив что я не просто их такая пришла и заставила так ну-ка ну некоторые педагоги кайфуют от этого всего я понимаю хочется заставлять нравится когда их слушаются когда ребенок шелковые послушный его украшать не заводить пожалуйста это определенный стиль введение занятий вообще педагогике конкретного педагога вот мы его там и копаем там и граблями можем там что-либо какие-то листья там собирать и какие-то там у нас персонажи маленькие могут там на каких-нибудь там лежаках лежать даже пчелы кстати они у нас как-то там допустим они могут пособирать пособирать там этот нектар все потрудились потом люди отдыхают на этих лежаках или у нас какие-то эти персонажи там могут ну как я вот уже про детишек там говорила они могут у нас там читать или еще там у меня много я люблю использовать на занятиях не только вернее объекты разные так скажем и игрушки настоящие ну то есть некоторые вот у нас допустим посудку вот я прямо люблю настоящую ну смысле вот в виде прямо от объектов 3d вот некоторые прям такая вот прям совсем совсем такая вот реалистичная посудка я люблю соответственно там мы на ней можем какие-то кулинарные все наши изделия разложить мы их можем резать что-то там с ними делать ты все прекрасно я таким образом люблю создавать структуру особенно когда мы работаем над фразой особенно когда мы автоматизируем звуки во фразах тогда будет понятно где у нас объект дел у нас предметы где у нас персонажи субъекты вот это легко уже даже вот увидеть эту структуру потому что все эти перечисленные наши слова так скажем из которых будет состоять фраза они будут разные так что еще я вам хотел показать а ну вот например вот мы любим играть чепуху мы иногда будут можем ее как-то там создавать из чего-либо то есть у нас там какие-нибудь там персонажи или такие вот реалистичные или такие вот там сказочные они могут иногда делать что-нибудь такое то что не очень принято делать например там они любят есть что-то такое несъедобное кто-то там любит железное есть кто-то любит есть все пластиковое кто-то стеклянное мы в это время там можем поработать как раз над какими-то там другими задачами а ребенок ему интересно ему смешно это необычно и это чепуха она вот вот тоже получается поддерживать наш игровой сюжет и модифицирует его когда может еще раз по поели съедобное вот здесь вот у нас чепуха в виде картинок таких заданий я-то я даже уже не помню вообще откуда этот миллион лет назад уже где-то там плена вообще не помню уже так что они не спрашиваете где и откуда очень здесь чепуха вот в картинке то есть здесь мы тогда это уже не будет у нас игрой как деятельностью мы беседуем это тоже один из моих любимых методов вообще в целом если брать дидактику то я люблю беседу как метод как деятельность если это нормальная вообще беседа не просто что я сказала ребенок повторил или я задала вопрос ребенок ответил на него как на старине что такой допрос когда это реально беседа прям все мы берем просто общаемся разговариваем собственно мы применяем речь в самом и в самой ее естественной форме в самой комфортной и вообще в той форме в которой речь и должна быть вообще заведомо у ребенка сформирована быть вот мы берем картинку и смотрим что есть не так давай порассуждаем что здесь правильно что неправильно и ребенок там мы в это время мы там чего-нибудь там произносим прямо во время беседы ну допустим ну допустим чепуха потому что одно слово мы можем отрабатывать там тысячу раз пока ребенок нашел все не неправильные какие-то тут моменты мы тысячу раз сказали слова чепуха хорошее слово на че так давайте раз уж я а ну вот раз уж мы про эти игрушки сказали соответственно чтобы нам сказать слов зая мы можем придумать что это за у нас что-то там делает и в это время так пожалуйста произносить слов за и тогда вы ребенку не будете врать что вы играет играете якобы а сами не играете вот ну то есть это тоже отдельная прям большая наверное хедо наше с вами будет когда-нибудь про игру и не игру но я думаю так сейчас уже наверное многим из вас все понятно но я хотела вам вообще рассказать как еще можно создать игру из ничего быть ребенком и сделать сюжет вообще на ровном месте или какую-либо деятельность такой вроде бы не игровую присобачить что-то там такое чтобы она стала игрую птичка наше давайте вам покажу вот тоже мы и когда создавали мы заведомо или сделали уже такой чтобы здесь можно было побольше по отрабатывать того чего нам надо во время игры потому что заслон очка вот можно закрыть печку можно открыть ну слышите уже весь звук рам можно тогда поотрабатывать или закрыть открыть это уже у нас здесь разные приставки тоже у детей это может быть путаница с ними вот туда прям вовнутрь можно что-то положить в печку и из печки достать тут внизу у нас вот там такое отделение для дров тут у нас дырка идет насквозь туда-то прям дым может у нас оттуда идти ну мало ли вдруг вам надо на всякий случай сделано у нас есть предметы к этой печке такие вот вот эти вот маленькие которые предполагаются ухват щега лопата вот здесь на этой трубе есть еще заслоночка но тоже его поэты при желании можно использовать можно и вообще забыть про нее если вам это не надо но на всякий случай я сделаю вот лесенка есть можно залезть на печку и спать здесь или лежать кто-либо у вас там может лавка тоже к печке в общем что можно играть можно печь в этой печке все что хотите пожалуйста хоть кашу если вы баба яга хоть пироги как хотите хотите греете с ними вот что еще вот например там ворота то есть если мы делаем артикуляционный отдыхательную гимнастику или когда мы ставим звук ра мы часто их используем для того чтобы в них задувать мяч у нас есть еще ворота фанерные в игре футбол но сейчас у меня под рукой нет но если вот еще и такие вот пластиковые можно их можно их запихнуть мало ли может вы покупаете инструменты заказывать их через интернет-магазин и вот все пожалуйста выбирайте отвертку плоскогубцы и прочее прочее или например где машина а нет и тут у меня карточек сейчас нет ну короче папе машина у нас машины тоже в виде таких же карточек и там частенько мы когда нам сюжете там надо вызывать скорую пожарную машину такси мы их используем тоже вот по балтфону звоним и это прям вот вообще хорошо прям дети в восторге вот от этого всего когда они это вот все делают прям сами по-настоящему то есть они прям играют не тети играют а они смотрят они сами играют вот про фишечки кстати да вот если вы их просто разложили и просто называете конечно же это тоже никакой игрой являться не будет когда не надо ребенка обману это да и говорит что вот мы сейчас посмотрим на красивые фишечки он называем их кто есть кто посмотрим все нормально пожалуйста это неплохо просто может быть вы думаете что я сейчас вот ругаюсь я называю тех кто так только называют нет пожалуйста называйте но только не обманывайте вот улиточка а кстати вот фишечки то есть у нас есть фишечки уже давно много всяких разных наборов на звуки на сладовую структуру на такие вот малыши улиточки дракончики ути ципы там еще головастики лягушки потом кто у нас еще на лексические темы у нас фишки есть на разогуляционную гимнастику и вот буквально недавно мы выпустили наборы наклеек которые дублируют видите вот ну практически все я ну вот то есть на звуковку на сладовую и на лексику мы наборы выпустили ну вот они вот в таком вот виде ну это вот не запакованные специально что я не стала запаковывать чтобы вам показать наклейки если вдруг кто не видел вот над вам пожалуйста я вам сейчас покажу их заодно они чуть чуть меньше по размеру чем наши фишки для того чтобы вы легко могли их наклеить чтобы вас это не бесило же там какие-то свисают края чтобы ребенок даже мог наклеить если вы ему вдруг такое задание решите дать ну то есть вот прям они не ровно ровно совпадают с фишкой там чуть чуть есть зазорочка опять же тогда вот легко это делать и можно при необходимости снять эту наклейку то есть они многоразовые ну соответственно зависит от той поверхности на которую вы наклеите если это прям такая грязная какая-то поверхность то конечно же там наклейка она быстро уже замусорится ну то есть соответственно там фанера но все равно несколько раз можно использовать мы пробовали можно даже если вы криво наклеили все равно это у вас есть еще попытки можно отклеить и наклеить заново давайте я прям собственно сейчас наверное этим и займусь вот ну на фанеру клеится легко на всякие такие гладкие поверхности типа пластика стекла и прочего вот этого вот всего это прям и подавно вот здесь вот мы уже лепили животных вот как видится уже тут это ребенок прям делал сейчас я вам расскажу даже что это у нас было это мы играли что баба яга ну там у нас был сюжет про бабу ягу какой-то потом она там что-то там делала сначала потом она что-то там разозлилась и стала всех превращать а это нет это животное это другое это вот с дракончиками она их стала превращать они у нас тоже здесь вот дракон превратился вот баба яга превратила зеленого дракона в ящерицу баба яга превратила голубого дракона в ежа превратила красного дракона в белку летягу в общем вот так а здесь у нас баба яга как видите здесь у нас получается с одной стороны не цветное изображение с другой стороны получилось цветное баба яга то есть типа улитка сначала была вот такая а потом хоба баба яга там ее заколдовала она стала невидимой прозрачной ну как будто понарошку вот ну вы можете придумать все что угодно на самом деле это необязательно и лепить их на фишки это мы их сделали специально так чтобы их можно было и на фишки тоже лепить ну раз уж у нас есть фишки пусть у нас уж тогда диаметр этих наклеек подходит к ним а вот а так можно лепить и куда-либо еще куда вам заблагорассудится пожалуйста машины как я вам говорила у нас машины вещи может быть вы в чемодан налепите эти вещи то есть не обязательно лепить на фишки можно лепить на дырки вот эти фишки то есть допустим вот у нас улиточка есть вы можете в сами дырки налепить эти наклейки и как-то там обыграть что у вас там такое почему вот овощи фрукты всякие разные урожай у нас дикие инструменты 5 флаг вторая слоговая первая р ш в общем вот так вот много 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 всего у нас получается их и на каждом листе здесь получается по 20 наклеек ну соответственно все наборы идентичны нашим наборам фишек фигурок и вот этого вот всего так что я хотела я хотела я почему я не нашла я снова куда я положила странно я хотела вам показать налог потому что у меня здесь фишки налог как раз рядом под боком лежат хотела наклеить ну ладно давайте на фишках тогда вам покажу ой вот вот тюлень ну где-то там из видео вот последних дней там есть как раз вот это вот видео по моему там я его выкладывала уже мы как раз играли в это вот все что вот тюлень был вот такой вот а баба яга его заколдовала тюлена тюлень стал невидимкой мы там работали над словом невидимка фонематика тут у нас была и фраза вот тюлень стал невидимкой или заодно вот то есть у нас там сразу несколько задач ребенку сложно было но все вот мы пока вот это вот много раз с разными персонажами сказали много раз проговорили вот может быть спросите у меня что-нибудь если вам что-то прямо сейчас хочется спросить или сказать как вы вообще говорите детям играете вы уже там с ним или не играете если допустим вы ребенка на массаж пригласили вы как ему говорите я сейчас вам буду я сейчас тебе буду массаж делать правду ему заведомо говорите или как-нибудь там скрываете от него до последнего а потом хоба и на вот даже я вот возвращаясь к нашей изначальной теме даже то что такое вот не очень может быть и приятное будет ребенку все равно можно это вот все не скрывать от него и сказать ему заранее или можете скрыться ну в смысле вы же не можете не прям прям с порога уже его укладывать на массаж вы можете сначала с ним поиграть а потом а давай вот сейчас вот еще вот еще и вот это сделаем ну то есть у меня если вы со мной давно я там как-то вот я выкладывала некий кейс с сложным ребенком который в плане логопедическом был простой ну то есть у него простое нарушение слове все в порядке то есть это можно было бы там все быстро и легко сделать но тем не менее это было сложно потому что ребенок категорически вообще боялся и не хотел вообще делать ничего потому что он уже был напуган с занятиями с другими логопедами которые вот вот прям вот сильно-сильно-сильно в нем вызвали вот всякое оторжение от любых прикосновений к его лицу и уж тем более там язык, губы, щеки вот это вот все он прям вот категорически не хотел не то чтобы там разрешать трогать но и даже делать какие-либо упражнения вообще никак все и нам приходилось соответственно это все камуфлировать для того чтобы у него появился вот этот внешние мотивы не работали типа вот там шантаж и всякие разные там флюшки никак только путем внутреннего мотива то есть заинтересовать его самой деятельностью вовлечь его в занятия таким образом так чтобы он что-то там делал и сам так бы не знал что он тем самым вообще гимнастику отработает какие-то там по позиции и упражнения вот ну это такое это прям ну я не буду озвучивать еще там один момент там как бы некоторые есть дети которые кажутся легкими еще и не потому что вот у них там простой логопедический получается ребенок ну с точки зрения логопеда именно но там еще и что-нибудь может быть психическое не совсем очевидное тоже такое бывает и не просто там допустим нарушение поведения ну в смысле не просто невоспитанный ребенок там и все когда там родителям надо с ним поработать в общем разное бывает ой к чему я это все потому что иногда приходится то есть там как бы нам не хотелось бы может быть взять и просто позаниматься а иногда приходится это вот все как-то там от детей прятать за какую-то некую игровую шерму или развлекательную тоже я например я не считаю чем-то плохим когда вы на занятии развлекаетесь шутите там делаете что-то такое смешное ну в рамках разумного естественно а при этом отрабатываете какие-то дидактические задачи почему бы и нет то господи то есть я считаю ничего такого в этом нет если занятие у вас происходит проходит весело если вам при этом вот совершенно комфортно вы себя чувствуете если это не совпадает с вашим темпераментом и вообще с вами как личностью это не надо а если вам во всем этом хорошо вы органичны вот в этом вот во всем вот в клоунском так скажем я думаю вы понимаете о чем я то пожалуйста кто вам мешает быть клоуном если вы и есть клоун ну господи ну я имею ввиду в кавычках если такой вот ваш характер почему его надо прятать не надо вы собственно учите ребенка речи а речь это не просто говорение речь это коммуникация если для вас коммуникация нормально вот такая вот открытая с улыбкой там и все такое то вот и пожалуйста коммуницируйте так и тогда вас легче будет воспринимать вашу речь как речь а не как говорение как набор артикуляции звуков мы не звуком учим идти а говорить даже если мы имеем ввиду работу над конкретными звуками мы все равно их учим не как звуки а как фонемы ну вот я сюда уже что-то все много всего собрала но я думаю какие то вот из этих вот моментов которые я упоминала их есть смысл более подробно обсуждать уже в будущем потому что кто-то может быть первый раз об этом слышит мало ли может быть вы не педагог а родитель и вам все это тоже интересно и вы хотите узнать подробнее или вы педагог и может быть не задумывались над чем-нибудь из этого вот всего о чем я сейчас говорю или может быть вы вообще не тот и не другой а вам просто интересно кто вас знает вот так что вы пишите что вам там интересно и вообще в целом что вы хотели бы услышать на какую тему поговорить нам вот допустим кстати вот по поводу игры не игры вот вкладочка тоже не бывает это тоже мое пособие на автоматизацию господи все отсвечивает из-за того что у меня тут свет яркий в общем это на автоматизацию складочка у нас есть такие на сэ и на ша вот они вот в таком вот виде продаются вот так это для детей тоже да это так интересно когда первый раз они это видят они такие аааа то есть у них вот просто там лист перед ними ну что ну лист с дыркой как-то странно здесь все картинки расположены какие-то квертные тормашками а тут вот тоже все написано как-то все странно там хоба 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 и получилась книжечка мать пожалуйста и автоматизируется ну и тогда соответственно вот когда вы это все просто проговариваете вы просто проговариваете вы работаете над звуком вы автоматизируете здесь они кстати слова зарифмованы то есть произнося все это вот по порядку у вас получится стишочек если вы это все сделаете и с обратной стороны здесь вот здесь у нас чистоговорочки и скороговорочки тоже на этот звук вот все это тоже можно делать и не надо говорить ребенку мы сейчас будем играть мы сейчас с тобой будем стишочки говорить пожалуйста так ему и скажите может он ничего не имеет против стишочков то что ж так сразу ха ха некоторым детям вообще интересно многое вот к сожалению что ну то есть многие там и может быть боятся что дети услышав слово заниматься не захотят это делать ну так здесь значит получается есть причина в этом почему они не хотят заниматься почему они так боятся этого слова так значит может быть потому что Занятия для них, вот они какие-то вот такие прям совсем серые и скучные. И искреннего интереса вы все равно не добьетесь. Как бы там вам не хотелось, но вам ребенок может выдать некое вот это вот учебное поведение. Ну, в смысле, он будет слушаться, сидеть на занятии, он будет выполнять то, что от него хотят. Но при этом какой-то там искренней улыбки не надо от него ждать, что он прям будет это делать вот с восторгом и хорошо прям сам стараться, прям потому что ему самому хочется. Ой, взрослые-то сами иногда все делают с трудом и прям сами себя прям вот сильно заставляют делать над собой большое моральное усилие. Потому что тем более не надо этого ожидать от детей, если вы им предлагаете заведомо скучную деятельность, ожидать от него вот какой-то вот этой восторженной реакции, или что он будет это делать с интересом и прям сам стараться. Он это может сам стараться, максимум опять же, потому что ему хочется самому получить вот этот вот кусочек дофамина от того, что он сделал и у него получилось. Тем более, если вы на это обратили внимание, что он произнес слово, допустим, оно у него не получалось сначала, потом он его все-таки сказал и у него получилось, он сам это услышал, или вы ему на это обратили внимание и сказали какой-то молодец вот тут есть дофамин и мотив внешний вот но не от самого произнесения слова то есть если мы говорим киса киса ну ничего не игра но ребенок может это делать вот вот так так что я еще раз резюмирую я считаю что не надо врать детям если вы на занятии если вы педагог если вы на занятии играете ну может быть там не обязательно прям все занятия целиком но вообще в принципе хотя бы играете и если вы ребенку это заведомо там тоже сказали мы сейчас тобой будем играть вы хотя поиграть или сначала или там сначала позанимать а потом поиграть дидактический или не дидактический как угодно но все-таки тогда поиграть чтобы он вас не разочаровывался вот или если же вы тоже ради если же вы родитель и вы знаете допустим там стиль ведения занятий педагога которому вы идете что там педагог именно играет в такой вот форме правой занятия ну тогда тоже можете спокойно говорить вот вы идете вы мы сейчас пойдем к тете юли и будем играть но надо вести себя хорошо соответственно это по умолчанию надо вести себя хорошо и не только на занятии но и везде к в общественных местах собственно и в транспорте там и в магазине и так далее и тетя юля не исключение ну правильно же вот что еще а если вы педагог который не хочет играть по каким-либо причинам и не умеет или я не знаю там что ну вот так вот 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 такой у вас стиль ведения занятий и вы может быть строгий педагог который вот хочет чтобы у него вот прям вот не не никаких не игр прям игр вот чтобы прям игр не было нет не надо это развлечение мало ли пожалуйста если вы так такая то никто не заставляет вас быть другой тоже тогда не надо оманывать ребенка тогда и говорите поэтому мы будем заниматься мы будем сейчас делать упражнения мы будем делать задания и педагогой фор и родители тоже если некоторые вот кстати бывают родители то я общалась с родителями иногда на эту тему тоже некоторые говорят допустим там вот мой ребенок он таких вот теть которые веселые открыты на они не воспринимают как педагога мол и ведут себя отвратительно с такими тетями им нужно построже и ищут педагога который будет вот вот такого вот вот железобетонный я не буду как бы здесь вот говорить хорошо это или плохо я думаю что здесь каждый случай индивидуальный вот и смотря что считать строгостью для кого-то строгость это может быть просто вообще как что тетя не разрешает себя кусать бить типа это уже строго на самом деле она вполне адекватная порядке вот в общем так сейчас мы уже наговорили будем надеяться что сейчас все сохранится у нас и тогда кто не ничего не видел смогут посмотреть потом или если вы уже все увидели захотите еще раз пересмотреть пожалуйста и задавайте вопросы пишите что вам еще интересно еще раз вам давайте напомню что у нас сейчас есть наклейки кто все пропустил там советую присмотреться они у нас выложены уже в товарах кстати вот они сделаны не из бумаги они сделаны из пленки то есть она плотная прям такая вот-вот хорошая покажу вот то есть вот и им прям не порвать сложно это очень сделать то есть она конечно там может деформироваться от таких вот прям вот чрезмерных усилий но в принципе она все равно не то что такие бывают хлипенькие наклеечки которые один раз ее наклеил куда-либо и все а здесь вот ее можно даже там наклеить куда-то потом еще раз сюда вернуть и потом переклеить куда-то еще в общем вот так конечно же там на бумагу если приклеить то потом сложно будет вот такой шероховатой бумаге отлеить ну собственно смотря с какими целями вы хотите их использовать но в плане фишек я вам уже показала что вопрос того что цветные и не цветные фишки делать их заведомо цветными мы не стали мы решили вот таким вот образом поступить что при желании вы сможете сделать их цветными самостоятельно вот а потом вернуть все взад и налепить туда другие какие-то наклейки или налепить не обязательно вот на цаплю-цаплю а мы можем вы можете поверх цапли примерно наклеить а потом отклеить и она у вас вот станет невидимочкой вот вот так в общем как хотите никто ни к чему вас не обязывает я просто заведомо заведомо говорю какие возможны варианты использования так как наклейки моющиеся они из пленки соответственно их можно мыть если вы там случайно их куда-то там уронили какую-то жидкость или что-то там грязное вы можете их протереть ляпочкой и все нормально использовать многократно вот вот так и из новинок тоже тоже если кто-то все пропустил вот у нас печка все остальное уже наверное вы видели еще раз если не видели тоже присмотритесь заходите в товары и смотрите сейчас там тоже есть многое скидки большие на какие-то товары мы решили скидка как бы сделать постоянные ну то есть это уже такие вот наборы фигурок наборы фишек на сошел и рай если все вместе вы берете мини наборы то там тогда соответственно большая скидка на все сразу получается вот она некоторые позиции там допустим меняется то скидка то не скидка ну на очень многое вот такое прям хорошее полезное что нужно всем на любом занятии пригодится вам с любыми детьми я думаю прям вот вообще на любые абсолютно задачи каждая из наших пособий можно приспособить особенно те которые вы просто игрушки все что угодно с ним можно делать вот реально начинают запуску речи заканчивая чтением письмом и фразовой речью диалоги все что угодно здесь реально можно что мы только с ними делали это вообще ну в общем все буду закругляться всем спасибо за эфир кто пришли и кто будет смотреть его уже потом все всем пока